здравствуйте мои дорогие друзья вы на моем канале о вязании который называется вязаная хобби а меня зовут ольга сегодня я хочу показать вам свои продвижения что я успела тут по навязать ну свои какие-то может быть мысли вам расскажу по этому поводу вот например давайте начнем вот с этой вот футболки которая была у меня долговязом и может быть она пока еще и остается долговязом потому что она еще не закончена до конца последний раз я вам ее показывала когда у нее не было обвязки на троймах и на горловине да и вот я вчера решила что ну нужно уже закончить и и добить это изделие до конца вот и знаете меня вот терзают смутные сомнения как обычно как всегда во-первых что я хочу сказать пряжа это от пехорки хлопок натуральный по моему 400 метров 100 граммах этикетки сейчас со мной рядом нет и я даже не могу предположить где она может быть возможно ее моя кисонька заиграла а называется черничное мороженое вот этот цвет он передается не знаю даже может быть верно это не могу никак сообразить но немного отличается оттенок вот а это добавочная ниточка вот такую я добавляла это узелковый люрекс но вот ну как обычно на камеру он не блестит почему-то вот слегка видно что поблескивает да вот в этих местах вот они узелочки вот эти вот я вот соединила они здесь по цвету очень хорошо подходят и решила связать себе изделие видно что вот все видите вот такие пупырки такие вот штучки узелочки это вот он и есть этот люрекс так что у меня здесь такое друзья и это я еще не считаю готовой работой можно сказать почти готовая но не готова вязалась это изделие сверху вниз по типу реглана погона так у меня тут моя мурка балуются я не могу на нее вот что с ней делать я никак никуда не уберешь сейчас и сына дома нету сын учится муж на работе и если я ее закрою сейчас в комнате в какой-нибудь из комнат она у меня будет рваться и плакать как-нибудь с ней нужно снять видео вот такая регланная линия на плече на плечах кстати после обработки пройм я еще не примеряла на себя даже не знаю как это выглядит вот такая значит регланная линия ажурная а проймы друзья я обработала вот таким вот образом если вы заметили то вот здесь у меня уже а вот здесь сверху шире у плечика да видно что пошире это я делала поворотными рядами то есть начала вязание я сначала в круговую на спицах 40 сантиметров вязала вот такой заборчик ну это все умеют такой заборчик до вязать наподобие резинки на один на один только один ряд вяжем все лицевые если по кругу да так и что я вот здесь вот по 5 петелек то есть не довязывала крутилась вертелась по пять раз пять раз вот с этой стороны пять раз крутилась вертелась и здесь пять раз туда сюда туда сюда и у меня вот получилось видите вот что вот здесь вот шире а здесь уже ну не знаю как это конечно будет смотреться я на себя еще не примеряла примерю посмотрю ну а может быть придется перевязывать не знаю так но второй вторая пройма соответственно также связано обвязано связано обвязано прикольно да вот вот она закрыла просто как это называется то протяжкой протяжкой господи слово вылетело из головы что-то голова не соображает не знаю почему так и про его пройма горловина горловину я друзья обязала я она была у меня на бросовой нити но я все думала и решала как же мне ее обвязать так чтобы вот она у меня вот так вот не заворачивалась и что я тут на придумывала я сняла петли с бросовой нити на эти же спицы 40 сантиметров которые вот у меня были 225 размер спиц вот которыми я обвязывала проймы сняла на эти спицы и провязала сначала один лицевой ряд вот эти вот штучки дырочки это те места где я делала развороты где я делала углубление по горловине видно их да здорово но я ничего по с этим поделать не могу пусть будет так пусть даже если я в этой кофточке не смогу выйти на улицу я буду дома ее носить наплевать что-то она мне так уже глаза намазолила что что буду так носить дома дома так дома ну вот провязала значит я один лицевой ряд второй ряд я провязала изнаночный видно его здесь да вот этот барашек вот провязала изнаночной и закрыла крючком протяжкой все петли закрыла крючком протяжкой далее я просто поверх этой протяжки за одну за полупетлю вот видно да вот это вот полупетля вот она ногтем то не показывают но у меня сейчас под рукой просто ничего подходящего нет ну вам видно вот она полупетля вот за заднюю полупетлю я провязала столбиками без накида вот они и в мыслях у меня сейчас еще такое есть что может мне еще сверху сделать рачий шаг или уже это огород получится надо или не надо пишите или так оставить горловину ну конечно я же когда постираю она у меня высохнет я обязательно это все дело отпарю чтобы у меня ничего нигде не топорщилось вот таким вот образом как сейчас да видно что оттопыривается наперед ну посмотрим как оно все будет вот по спинке это спинка вот горловинка по спинке вот она вот таким образом смотрится ну то же самое да вот резиночка внизу у меня вот друзья такая это тот же самый заборчик что и пройма обвязана не знаю что из этого из моей затеи получилось надо добить все это дело до конца спрятать кончики кончиков тут ну в принципе здесь не так много кончиков вот и начать уже носить я думаю так то в принципе и неплохая футболочка получилась такая разлитаечка не длинная слишком ну с джинсами там или с какими-то леггинсами с лосинами или с чем ли можно будет и поносить ее совсем она так то и неплохо смотрится ну я думаю в следующем видео я уже вам покажу ее готовой потому что осталось то тут что мелочи жизни вот решить вопрос с этой горловинкой до конца делать мне рачий шаг или не делать да вот еще разочек да обвязать один рядок рачьим шагом и так кошка с ума сходит у меня это мурка недоразумение какое-то вот и что сбила меня с мысли и спрятать кончики вот что и что ну и все вот с этим вот изделием ну в принципе вот смотрю на него и оно мне начинает нравиться а что то как то вот знаете вязалось тяжело как то так вот очень долго очень тяжело вязала очень долго просто нет слов так это вот это значит изделие следующее изделие которое я продвигала немного друзья мои но я все таки продвинула пряжа это ярнарт ангора стар 500 метров в 100 граммах а вот по составу я забыла уже конечно же и этикетки как обычно под рукой нету ну ладно до готового изделия совсем еще далеко так что название пряжи я вам сказала ну а если кому то интересный состав можно забить это в интернете да и вам все что выскочит интернет нам как всегда в помощь вот здесь изделие у меня вяжется сверху вниз тоже регланом реглан классический прибавляю петельки в каждом втором ряду то есть ряд без прибавок ряд с прибавками регланные линии у меня вот такие вот они это замочек узорчик мне нравится использовать его в регланных линиях я его бывает использую 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 надо же так сказать вот он замочек я так это повязала в принципе нормально рядов 20 то я точно связала с последнего раза как я вам показывала вот продвигается потихонечку я тут прикинула сколько мне нужно вот этих вот замочков ну самих вот этих вот штучек да так что буду вязать горловинка двойная резиночкой 2х2 так откладываем ничего здесь особо сейчас интересного нет вяжется просто лицевой гладью без узоров но возможно друзья я сделаю внизу рукава будет у меня какой-нибудь ажур и внизу изделия наверное сделаю тоже какой-нибудь ажурчик а может и без ажурчика не знаю посмотрим а может быть вообще не ажур а какой-нибудь узор использую так следующее что я продвигала это вот этот вот детский джемпер так узор друзья взяла я на просторах пинтерест схему схема это на написано свитер от лора пиано ну не знаю я что что за что купила то и говорю так что ли пословица вяжу из пряжи вот такой вот семеновская пряжа светлана двести пятьдесят метров в ста граммах пятьдесят процентов шерсти пятьдесят акрила и рекомендованный спицы и крючок номер три а я вяжу друзья три с половиной потому что на тройке у меня слишком плотно и мне такое вязание не нравится так цвет колокольчик двести семьдесят второй двести семьдесят второй цвет так вот такой вот красивенный узор мне очень-очень нравится я думаю детский свитерок или джемпер я еще с сестрой не разговаривала на насчет этого это я вяжу племянницы да я бы сказала или нет и племянница девять лет девять с половиной лет и девочка она не худенькая такая вполне себе упитанная ну не толстенькая нет а такая вот хорошая крепкая девчонка я мы все обсуждали с сестрой вот ширину изделия она не понимает что такое свободное облегание я говорю Люда возьми ее свободную какую-нибудь там не знаю джемперочек или что-то что ей свободно и померить сантиметром так она знаете она положила джемперочек или там лонгслив по-моему называется вот так вот эта вещица приложила сантиметры и прислала мне фотографии говорит вот смотри ну вот таким ну обмерили конечно же она обхват груди сказала мне ну то есть вот это вот я померила нормально хорошо сорок три сантиметра в ширину это без растягивания вот в спокойном состоянии ну это более чем достаточно это обхват получается восемьдесят шесть так Мурка не балуйся восемьдесят шесть сантиметров а у ребенка обхват груди семьдесят четыре то есть двенадцать сантиметров вполне себе нормально так ну и вот сколько я сегодня попродвигала сегодня наверное вот столько всего лишь сколько здесь и дочка в пятнадцать наверное я продвинула ну может двенадцать пятнадцать но друзья в прошлом видео я показывала вам что я начала показала сколько у меня там отвязано и по моему вот столько вот было отвязано и по бокам я говорила что я добавляла лицевые петли вот здесь вот в боках были лицевые петли но я посмотрела на это все ну положила и мне вот это вот этот красивый узор и вот эти по бокам лицевые петли оно как то совершенно не вязалось не смотрелось ну как то вот слово такое есть приличное неприличное дешево как то вот так вот смотрелось да ну конечно же и пряжа не супер дорогая но дело не в этом а что вот узор как то смотрится и вот это вот полоса ну не полоса эти лицевые петли мне не понравилось короче и что я решила я распустила все полностью до резинки то что было у меня тут связано примерно так да да где то так и было связано вот до первого перекрещивания вот до этого вот я распустила добрала петли еще на два рапорта добавила да распределила через каждые пять петель я добирала петли делала прибавки это для того чтобы у меня уместился уместилась количество рапортов один два три четыре пять десять рапортов с той стороны пять и с этой стороны пять десять рапортов вот и пришлось все мне вот так вот сделать для красоты для того чтобы это все смотрелось логично что говорю сама не знаю вот так и это пока все а сейчас я хочу вам показать друзья как я продвинулась своих носках как я в прошлом видео уже вам рассказала что мне пришла посылочка с пряжей так я наверное сейчас шуршать не буду достану все из пакетика и вам покажу так друзья вот что у меня на столе это все начатые носочки здесь три пары вяжется так первое что я хочу давайте начнем с розовых один носочек я закончила так кошку надо ай-яй-яй нельзя мура нельзя не надо безобразить нет надо от нее убрать ой с ума сводит вот ну я не знаю что с ней делать она везде ай-яй-яй-яй-яй как маленький ребенок это невозможно так друзья вернемся к носочкам посмотрите какой носочек смешной получился но это из-за узора я тоже об этом уже говорила я надевала на свою ножку смотрится прекрасно просто прекрасно вот такой замечательный носочек у меня получился это пряжа artisan все этикетки сейчас не со мной я расскажу наверное по цветам когда я уже свяжу носки хотя вот это вряд ли я расскажу потому что я вижу из остатков и у меня этикеток давным давно нет неизвестно даже когда я их смогла могла уже куда-то посеять вот вот такой вот носочек он уже связан я решила сделать вот таким вот образом сзади у меня получается резиночка скрещенные лицевые петли а здесь значит ну сразу идет узор без резинки то есть вот спереди так сзади так вот пяточка укрепленная подкова мысочек ленточное закрытие и вот здесь вот петельки 8 петель я закрыла иголкой красота так вот я начала вязать 2 носок завтра я пойду на сутки на работу я забираю с собой все эти носки и свободной отработки время я буду вязать их далее что берем вот этот носок это вяжется у меня хеликсом хеликсом вот друзья эти это пряжа остатки alize artisan ну расцветка узнаваемая если как кому-то надо тут может запросто найти в палитре номер а вот это вот alize супер вошь вот это не artisan и что вот меня знаете мысли сейчас посещают вот у меня осталось вот такой вот кусочек я не знаю хватит мне на второй носок или не хватит ума даже не приложу я оторвала хотя я здесь еще не довязала длину я оторвала вот эту нить и буду продолжать чисто вот этой вот ниткой artisan но я тут уже начала ей чисто одним вязать вот но надо мне обязательно от начала здесь у меня уже 40 рядов провязано даже побольше 45 45 рядов провязано мне еще 15 рядов провязать и я буду делать закрытие моска вот и начну вязать 2 2 носочек не знаю вряд ли мне хватит но если даже и не хватит ничего страшного что я где-то вот от сих пор допустим или вот от сих пор довяжу просто артисаном эти носки вяжутся у меня не для продажи если кому-то они понравятся из родственников или не знаю я могу придарить просто так и все без всяких там продаж и всякое такое так далее далее я начала вязать вот еще носок помните я вам говорила что мне пряжу вот в руки давать нельзя новую мне сразу хочется что-то из нее вязать удержаться понимаете невозможно или может есть такие вязальщицы или такие вот люди которые ну сдерживают себя как бы свой порыв умеют сдерживать да есть сила воли у меня наверное силы и воли нет я себя сдержать не могу если что-то мне очень хочется и этому ничего не претит я обязательно это сделаю обязательно я все оставлю и начну делать то что я хочу что я сделала я долго копалась выбирая узор для новых носков я такие его нашла вот посмотрите красота неописуемая вот такой узор я нашла на просторах интернета я нашла его в пинтерест как обычно вот вы посмотрите красота правда же это кстати пряжа называется накобоха так вот меня два таких моточка я вот сразу как получила щупала щупала дощупалась что начала вязать думаю такая классная пряжа и нужно обязательно чтобы был красивый узор на таких носках ну вот я считаю что я нашла красивый узор я начала вязать ну пятка моя любимая видите пятка подкова или французская как и он правильно называть клин подъема все как обычно единственная друзья здесь я не помню я записывала наверное куда-то на листочек как обычно я здесь набирала не 60 петель как обычно вот на тех носках а здесь у меня набрано 64 петли дальше я добирала 8 петель чтобы было 72 это для того чтобы по 4 раппорта было вот такие красивые я налюбоваться не могу мне очень нравится вот эти вот линии просто красота наверное я добавлю эту схему к себе на канал в яндекс дзен и оставлю ссылку на свой канал в описании под видео если кто-то ну кому-то нужно вот эту вот схему проходите по ссылке и вы найдете ее на моем канале дзен канал на дзен у меня называется ольга степанычева вязание красота ну этот носочек я только закончила закончила клин подъема и то есть мне сейчас нужно провязать 60 рядов и начать делать закрытие ну и все друзья вот мои продвижения все вот за эти четыре дня что я смогла повязать ну я же конечно же не сидела и не вязала с утра до ночи это понятное дело если бы я сидела с утра до ночи я бы гораздо больше бы навязала но у нас есть дела и обязанности да обязанности у нас есть которые нужно выполнять так друзья и что я хочу еще вам показать мне пришла посылка с вал берез вот я никак не могу остановиться я дала себе за рук что я немножко с покупками приторможу но когда я листаю ленту мне попадается и но остановиться невозможно хотя бы небольшую покупочку я обязательно сделаю ну как небольшую среднюю да вот друзья что я вам показываю сейчас я купила три моточка пуха норки по 279 рублей ой вру наврала на 9 рублей вас обманула по 270 9 рублей это моя личная скидка получилась так там написано 279 когда я оформляю заказ 270 переобразуется потому что из-за личной скидки вот но 9 рублей все равно приятно вот с трех мотков это получается уже 27 рублей вот цвет друзья ярко розовый называется но он неоновый такой красивый знаете я пришла к выводу что мне хочется связать себе вот такую яркую шапку у меня есть неоновая шапка такая такого лимонного цвета тоже с пухом норки и и с пуха норки и я туда добавляла семеновскую пряжу лидию это я свяжу прямо в три ниточки и наверное я буду вязать с отворотом тыковку пока такие планы не знаю посмотрим но это будет на холодно когда уже будет холодно но сейчас еще можно ходить без шапки доставать из пакетиков я не буду тут думаю все понятно вот она такая розовая яркая и есть как передается как помада у барби очень красивый цвет я его увидела влюбилась и мне очень захотелось купить вот купила а вот это друзья это тоже узелковый люрекс ну как узелковый тут вот написано пряжа с шишибриками это даже наверное хотя было обозначено когда вот я покупала да когда я увидела вот эту ниточку там было написано что люрекс но по виду это никакой не люрекс это написано что пряжа с шишибриками knit fashion цвет черный и вот она такими вот видите цветными вся штучками я полазила там в отзывах везде там же есть фотографии и уже покупательницы навязали образцов так мурка опять идет сейчас я ее шугану все-таки невозможно хуже ребенка на самом деле так не хотела она в комнату я ее закрыла на пять минут говорю посиди так она драться на меня еще главное что я ее закрыла ну вообще так о чем я говорила вот об этой пряже с шишибриками да ой что говорила я всего не помню уже ну суть том что я пряжи черной у меня еще нет я хочу а вот что я говорила женщины покупательницы там уже в отзывах навязали кто-то изделие связал кто-то связал образцы и добавлялись черной пряжей вот эту ниточку и мне так понравилось друзья это смотрится очень красиво вот я когда-нибудь приобрету себе черную пряжу я хочу какую-нибудь бобинную купить пряжу черную и я себе свяжу изделие здесь у нас это китайская ниточка здесь в 50 граммах 700 метров но я думаю мне хватит на джемперочек да и например резиночку ну то есть вот на горловине на рукавах и на талии там где на бедрах резинка да вот ее не обязательно вот эту нитку пускать можно пустить только вот чисто без обработки да что ну вот и все мои новости там не еще пряжа идет я еще заказала ализе супервош артисан фиолетовый но не фиолетовый он цвет такой но может фиолетовый или сиреневый придет я вам обязательно все покажу вот по моему только вот это еще покупка у меня не дошла еще до меня вот ну и всего на этом сейчас я буду заканчивать свое видео хочу вам пожелать как всегда мирного неба над головой хорошего вам настроения творческих вам идей побольше и крепкого вам здоровья ровных вам петелек ну и с вами была ольга на вязаном хобби всем пока до новых встреч в новых моих видео вот вот